Предлагаю вашему вниманию первую главу из книги Кристофера Хитчинса «Бог не любовь. Как религия все отравляет». В этой книге Хитчинс подвергает острой критике религию и, в частности, утверждает, что религия пропагандирует насилие, нетерпимость, расизм, фанатизм, предубежденность и поддерживает невежество человечества. Он также рассматривает конкретные факты из Библии и подвергает их критике, опираясь на примеры из современной жизни, научные факты и публикации. В своей критике религии Хитчинс выделяет несколько, по его мнению, фундаментальных недостатков религии. Религия целенаправленно искажает представление человечества об окружающем мире и Вселенной. Религия требует подчинения человеческой природы надуманным вредным нормам и правилам. Религия порождает насилие, подавляет стремление человека к свободе. Религия враждебно относится к рациональной оценке событий и требует слепой веры. В результате Хитчинс приходит к выводу, что в 21 веке человечеству снова нужна эпоха просвещения, чтобы критично оценить роль религии в обществе и ограничить ее влияние. Быть может, прослушав первую главу этой книги, кому-то захочется прочитать ее всю целиком, но я, скорее всего, ограничусь озвучиванием только этой первой главы, так как не уверен, что книга будет пользоваться большой популярностью. Итак, Кристофер Хитчинс «Бог не любовь. Как религия все отравляет» читает Геннадий Постригайло. Глава первая. Мягко говоря. Если читатель, которому адресована эта книга, не удовлетворится простым несогласием с автором и начнет выяснять, какие грехи и пороки подвигли меня взяться за перо, а мой опыт подсказывает, что проповедники милосердия, сострадания и великодушия часто действуют именно таким образом, он не только бросит вызов непостижимому и совершенному творцу, который, надо полагать, сознательно сделал меня таким, он осквернит память доброй, честной и простодушной женщины по имени миссис Джин Уоттс, чья вера была непоколебима и чиста. Когда мне было лет девять, и я ходил в школу на окраине Дартмура, на юго-западе Англии, в обязанности миссис Уоттс входила посвящать меня в тайны природы и священного писания. Она водила меня и моих однокашников на прогулки по особенно чудесному уголку моей прекрасной родины и учила нас названием птиц, деревьев и трав. Неожиданное богатство, скрытое в живой изгороди, волшебная горстка яиц в причудливом гнезде, спасительный щавель, который всегда оказывался под рукой, если наши ноги обжигала крапива, нам полагалось ходить в шортах. Все это осталось в моей памяти, как и тот музей егеря, где местные крестьяне выставляли на показ тушки крыс, хорьков и других мелких хищников, поставляемых, надо полагать, менее добрым божеством. Если вы читали бессмертную деревенскую лирику Джона Клэра, вы узнаете очарование, которое я пытаюсь передать. Потом на уроках нам вручали листок с печатным текстом о заглавленный знаток писания и рассылавшийся министерством, которое отвечало за преподавание религии. Как и ежедневные молитвы, это входило в обязательную программу и насаждалось государством. Листок содержал избранный стих из Ветхого или Нового Завета, и нашей задачей было отыскать этот стих и рассказать классу или учителю, устно или письменно, о чем там речь и в чем мораль. Я обожал это упражнение и так в нем преуспел, что, подобно Берти Фустеру, нередко оказывался лучшим знатоком писания. Для меня это стало введением в критический анализ. Я читал все главы, которые предшествовали заданному стиху, и все главы, следовавшие за ним, чтобы правильно понять его смысл. Я и сейчас могу это сделать к великому неудовольствию некоторых моих противников, и до сих пор испытываю уважение к тем, чей стиль пренебрежительно называют всего лишь талмудическим, короническим или фундаменталистским. Такие упражнения полезны для интеллекта и литературных навыков. Однако в один прекрасный день бедная милая миссис Оттс переусердствовала. Стремясь соединить роль учительницы природоведения с ролью наставника в писании, она сказала Посмотрите, ребята, как велик и щедр Бог! Он сделал все травы и деревья зелеными, потому что именно зеленый цвет наиболее приятен нашим глазам. Вообразите, как было бы ужасно, если бы вся растительность была красной или оранжевой. И, чу, полюбуйтесь, что натворила эта богобоязненная старая калоша. Мне нравилась миссис Оттс. Она была бездетной вдовой, любящей детей, и жила вместе с ласковой старой овчаркой, которую звали Ровер. После уроков она приглашала нас на сладости в свой слегка обветшалый дом у железной дороги. Сатана, если это он избрал ее, чтобы совратить меня с пути истинного, был намного изобретательней, чем коварный змей из садов Эдема. Миссис Оттс никогда не повышала голоса и не прибегала к рукоприкладству, в отличие от некоторых других учителей, и в целом была одним из тех людей, о которых писала Джордж Эллиот в Миддл Марче. Если дела у нас с вами не так плохи, как могло бы статься, это наполовину заслуга тех, кто достойно прожил свою неприметную жизнь и лежит на забытом погосте. Тем не менее, в тот день слова миссис Оттс ужаснули меня. Ремешки моих сандалий скукожились от стыда за нее. В своем девятилетнем возрасте я не имел никакого представления ни о телеологическом доказательстве бытия Божия, ни о теории Дарвина, его соперницы, ни о связи между фотосинтезом и хлорофиллом. Тайны генетики были так же сокрыты от меня, как были они сокрыты в то время от всех остальных. Тогда я еще не наблюдал картин природы, в которых почти все пропитано омерзительным равнодушием или враждебностью к человеческой жизни, если не к жизни вообще. Я просто знал, словно у меня был прямой доступ к высшему авторитету в этом вопросе, что моя учительница двумя предложениями умудрилась поставить все с ног на голову. Я знал, что глаза были приспособлены к природе, а отнюдь не наоборот. Не стану притворяться, что помню это озарение во всех подробностях. Но какое-то недолгое время спустя я начал замечать и другие несуразности. Если все на свете создал Бог, почему мы должны непрерывно восхвалять Его за то, что не стоило Ему особого труда? В этом, по меньшей мере, было какое-то подобострастие. Если Иисус мог исцелить любого слепца, который попадался Ему на пути, то почему бы было не исцелить всех слепых сразу? И чем было так уж замечательно его изгнание демонов, если те переселились в стадо свиней? В этом было что-то зловещее, похожее на черную магию. И к чему все эти постоянные, ни к чему не ведущие молитвы? Почему я должен снова и снова публично повторять, что я несчастный грешник? Почему тема секса была такой взрывоопасной? Эти робкие детские сомнения, как я обнаружил позднее, посещают очень многих, отчасти потому, что ни одна религия не дает на них удовлетворительного ответа. Но пришло время и более серьезных возражений. Я говорю «пришло время», потому что такие возражения не только непреодолимы, но и неизбежны. Директор школы, он проводил наши ежедневные службы и молитвы и держал Библию, а также был немного садистом и скрытым гомосексуалистом. Я давно его простил, потому что именно он пробудил во мне интерес к истории и одолжил мне моего первого вудхауза. Так вот он как-то произносил норовоучительную речь. «Сейчас, может быть, вам непонятно, зачем нужна вся эта религия», сказал он нам. «Но однажды, когда начнут умирать ваши близкие, вы все поймете». И я снова испытал прилив негодования, смешанного с недоумением. С таким же успехом директор мог сказать, что религия может быть и ложь, но кому какое дело, если она надежный источник утешения. Какая низость! Мне тогда было почти тринадцать, и я превращался в типично несносного умника. Я еще не слышал о Фрейде, хотя знакомство с Фрейдом помогло бы мне понять поведение директора, но в ту минуту мне словно пригрезилось его эссе «Будущее одной иллюзии». Это затянувшееся вступление призвано убедить вас, что я не из тех, кто потерял всякий шанс на здоровую религиозную веру из-за психологической травмы или топорной промывки мозгов. Я знаю, что миллионам людей пришлось пережить подобное, и считаю, что религия может и должна нести ответственность за причиненные страдания. Совсем недавно мы видели, как католическая церковь запятнала себя чудовищным грехом сексуального насилия над детьми. Однако и другие нерелигиозные организации виноваты в похожих и даже в более страшных преступлениях. Остается четыре фундаментальных возражения против религиозной веры. Во-первых, она представляет в ложном свете происхождение человека и Вселенной. Во-вторых, из-за этого исходного заблуждения она умудряется скрещивать верх раболепия с верхом нарциссизма. В-третьих, она одновременно является результатом и причиной опасного подавления сексуальности, и, наконец, в ее основе лежит элементарное стремление выдать желаемое за действительное. Не вижу никакой самонадеянности в утверждении, что я открыл для себя все четыре возражения, а также заметил одно более вульгарное и очевидное обстоятельство. Люди, оказавшиеся у власти, используют религию для ее укрепления, еще до того, как у меня начал ломаться голос. Я убежден, что миллионы других людей пришли к таким же выводам примерно таким же путем. Я встречал таких людей в сотнях городов и десятках стран. Многие из них никогда не верили в Бога, многие оставили веру после трудной борьбы. Многие из них пережили мгновение ослепляющего сомнения, которые наступили столь же молниеносно, как прозрение апостола Павла по дороге в Дамаск, хотя и меньше напоминали эпилепсию и содержали меньше апокалипсических видений. И позднее оказались более обоснованы и с рациональной, и с нравственной точки зрения. Главная отличительная черта моих единомышленников в том, что наша вера – не вера. Наши принципы – не религия. Мы не полагаемся исключительно на науку и разум, ибо они лишь необходимые и недостаточные условия. Но мы с подозрением относимся ко всему, что противоречит науке или оскорбляет разум. Мы можем во многом не соглашаться, но нас объединяет уважение к свободе мысли, непредвзятости и поиску ответов ради самих ответов. Мы не догматичны в наших убеждениях. Расхождение во взглядах профессора Стивена Гулда и профессора Ричарда Доккинса на квантовую эволюцию и пробелы в последарвиновской теории могут быть сколь угодно велики и глубоки, но мы разрешим эти противоречия при помощи фактов и логики, а не путем взаимного отлучения от церкви. Мои собственные претензии к профессору Доккинсу и Дэниелу Дэннету, вызванные их тошнотворным предложением, что атеисты должны самодовольно присвоить себе имя «Светлые головы» Брайтс, тоже часть продолжающегося спора. Нам знакома сила чуда, тайны и благоговения. У нас есть музыка, живопись и литература, и мы находим, что Шекспир, Толстой, Шиллер, Достоевский и Джордж Элиот справляются с глубокими нравственными вопросами гораздо лучше, чем нравоучительные мифы из священных книг. Разум и за неимением лучшей метафоры душу питает литература, а не писание. Мы не верим ни в рай, ни в ад, но никакая статистика не покажет, что без этих посулов и угроз мы совершаем больше преступлений на почве жадности или больше актов насилия, чем верующие. Более того, если бы сбор точной статистики по этому вопросу вообще был бы возможен, я уверен, факты показали бы обратное. Мы понимаем, что жизнь конечна, и что наше единственное бессмертие в наших детях, и мы рады уступить им свое место в этом мире. Мы не исключаем, что люди, осознавшие, как коротка и тяжела их жизнь, возможно, будут добрее друг к другу, а не наоборот. Мы можем сказать с уверенностью, что нравственная жизнь, возможно, без религии. Мы также знаем, что верно и обратно. Под властью религии слишком многие не просто вели себя не лучше других, но присуждали себе право совершать поступки, которые вызвали бы негодование даже у владельца борделя или военного преступника. Важнее всего, пожалуй, то, что нам, неверным, не нужно постоянно подстегивать свое неверие. Именно нас имел в виду Блес Паскаль, обращаясь к тем, кто говорит, «Я так устроен, что не способен верить в Бога». В деревне Монтелье, во время очередного разгула средневековой инквизиции, одну из обвиняемых спросили, кто ее научил еретическим сомнениям по поводу ада и воскрешения. Женщина, вероятно, понимала, что ей грозит долгая мучительная смерть от рук блестителей веры, но все же ответила, что никто ее не учил, и до всего она додумалась сама. Нередко слышишь, как верующие воздают хвалу простоте своих собратьев. Но естественное здравомыслие и ясность рассудка этой женщины остаются без похвалы. Эти качества были затоптаны и выжжены каленым железом у такого числа людей, что на одно их перечисление не хватит целой жизни. Нам нет нужды собираться каждый день или каждый седьмой день или в какой бы то ни было знаменательный день, чтобы вещать о своей праведности или каяться, упиваясь собственным ничтожеством. Нам, атеистам, не требуются ни священники, ни церковная иерархия, следящая за чистотой догмы. Нам отвратительны жертвоприношения и ритуалы, а с ними мощи и поклонения любым изображениям или предметам, даже если эти предметы имеют вид одного из самых полезных человеческих изобретений книги. Ни один уголок земли для нас не более свят, чем другой. Тщеславной нелепости, паломничества и откровенному ужасу кровопролития во имя какой-нибудь священной стены, пещеры, гробницы или камня мы противопоставляем то неспешные, то нетерпеливые шаги по залам библиотек и галерей или обед с хорошим другом всегда в поисках красоты и истины. Если мы ищем всерьез, некоторые из наших прогулок среди книжных полок и картин, некоторые из наших обеденных бесед непременно сведут нас с верой и верующими, от великих художников и композиторов, черпавших вдохновение в религиозной тематике, до святого Августина, Фомы Аквинского, Мэн Монеда и Джона Ньюмана. Эти могучие умы могли писать, мерзости и глупости, могли быть до смешного невежественны в том, что касается истинной причины болезней или места Земли в Солнечной системе, не говоря уже о Вселенной, но именно по этой причине подобных им больше нет и никогда не будет. Последние слова, в которых еще был смысл, благородство или вдохновение, религия произнесла очень давно. В лучшем случае она переродилась в достойное восхищение, но расплывчатый гуманизм таких людей, как Дитрих Бонхефер, храбрый литеранский пастор, повешенный нацистами за нежелание им пособничать. Мы больше не увидим никого подобного пророкам и мудрецам древности. Культы наших дней всего лишь отголоски дней минувших, иногда доходящие до крика в попытке заглушить ужасающую пустоту веры. Некоторые апологеты религии, можно вспомнить Паскаля, по-своему блистательны, некоторые, здесь нельзя не упомянуть Клайва Льюиса, занудны и нелепы. Но и тех, и других объединяет непосильная тяжесть их ноши. Какие нужны усилия, чтобы обосновать невероятное? Ацтеки каждый день вспарывали по грудной клетке, чтобы солнце не передумало всходить. Монотеистам полагается клянчить милости у своего божества еще чаще, возможно, по причине глухоты последнего. Сколько плохо скрытого тщеславия нужно, чтобы мнить себя центром божественного плана? Сколько собственного достоинства нужно принести в жертву, чтобы без устали ползать на брюхе, вымаливая отпущение грехов? Сколько требуется ненужных допущений и натяжек, чтобы подстраивать каждое новое научное открытие под откровение древних идолов, придуманных самим человеком? Сколько святых, сколько чудес, соборов и конклавов необходимо, чтобы сначала провозгласить догму, а затем, после бесчисленных страданий, утрат абсурда и жестокости, эту догму опровергнуть? Бог не создавал человека по образу и подобию своему. Все было как раз наоборот. Отсюда повсеместное обилие богов и религий, и межконфессионального братоубийства, столь замедлившее развитие нашей цивилизации. Преступления на религиозной почве происходили и происходят не потому, что мы порочны, а потому, что наш вид по своей биологической природе лишь отчасти рационален. Эволюция оставила наши предлобные доли слишком маленькими, а наши надпочечники слишком большими, наши репродуктивные органы, судя по всему, разрабатывала правительственная комиссия. Такая гремучая смесь сама по себе или вместе с другими ингредиентами не может не привести к несчастьям и расстройствам. И все же есть огромная разница между усердием верующих и не менее ревностным трудом таких людей, как Дарвин, Хокинг и Крик. Даже их заблуждения, их неизбежные предрассудки открывают нам больше, чем любой верующий, который в своей ложной скромности тщится обуздать квадратуру круга и объяснить, каким образом ему, простому созданию творца, известны замыслы этого творца. У нас, светских гуманистов, атеистов, агностиков, могут быть эстетические разногласия, но никто из нас не хотел бы отнять у человечества волшебство или утешение, ни в коем случае. Найдите минутку для потрясающих фотографий, сделанных телескопом Хаббл, и вы увидите вещи более грандиозные, загадочные и прекрасные, а также более хаотичные и пугающие, чем любой миф о сотворении мира или о его конце. Прочтите, что пишет Хокинг о горизонте событий, гипотетической кромке черной дыры, за которую в теории можно нырнуть и увидеть прошлое и будущее. Проблема только в том, что на это по определению не хватит времени. И вас вряд ли когда еще потрясет Моисей с его жалкой неопалимой купиной. Полюбуйтесь красотой и симметрией двойной спирали ДНК, закажите полную расшифровку своего генетического кода, и вас ошеломит почти безупречное совершенство, составляющее саму суть вашей жизни. В то же время вам, надеюсь, будет приятно убедиться, как много общего у вас с другими человеческими племенами, вместо понятия расы в одной мусорной корзине с сотворением мира. Вам будет интересно узнать, сколько всего роднит вас и с животным миром. Вы, наконец, сможете испытать подлинное смирение перед лицом своего Творца, который, как выясняется, вовсе не личность, а процесс мутаций, включающих гораздо больше случайностей, чем хотелось бы нашему самолюбию. Всех этих тайн и чудес с лихвой хватит любому млекопитающему. Самый образованный человек в современном мире вынужден признать, что знает все меньше и меньше, но, по крайней мере, о все большем и большем. Что до утешения, раз уж приверженцы религии так настаивают, что вера удовлетворяет эту якобы насущную потребность, я скажу лишь, что продавцы мнимого утешения мнимые друзья. Кроме того, критики религии ведь не просто отрицают, что религия способна утолять боль, они предостерегают против эффекта плацебо и подкрашенной водицы. Пожалуй, самое ходовое злоупотребление цитатой в новейшей истории, во всяком случае в данном контексте, это утверждение, что Маркс пренебрежительно называл религию опиумом народа. На самом деле отпрыск рода Раввинов прекрасно понимал силу религиозной веры и в статье к критике гегелевской философии права писал следующее. Религиозное убожество есть в одно и то же время выражение действительного убожества и протест против этого действительного убожества. Религия это вздох угнетенной твари, сердце бессердечного мира, подобно тому, как она дух бездушных порядков. Религия есть опиум народа. Упразднение религии как иллюзорного счастья народа есть требование его действительного счастья. Требование отказа от иллюзий о своем положении есть требование отказа от такого положения, которое нуждается в иллюзиях. Критика религии есть, следовательно, в зародыше критика той юдоли плача священным ореолом, который является религия. Критика сбросила с цепей украшавшие их фальшивые цветы не для того, чтобы человечество продолжало носить эти цепи в их форме лишенной всякой радости и всякого наслаждения, а для того, чтобы оно сбросило цепи и протянуло руку за живым цветком. Как видим, дело тут не в искажении цитаты, а в довольно грубой попытке представить в ложном свете философские аргументы против религии. Тех, кто до сих пор верил рассказам священников, имамов и раввинов о том, что думают неверующие, в моей книге ждет еще немало сюрпризов. Возможно, они научатся сомневаться в том, что им говорят, научатся не принимать услышанное на веру, в чем, собственно, и заключается решение проблемы. Маркс и Фрейд, надо признать, не были ни врачами, ни представителями точных наук. Лучше воспринимать их как великих, хотя и часто заблуждающихся эссеистов с прекрасным воображением. Иными словами, когда картина мира меняется, я не считаю зазорным критиковать свои былые заблуждения. Я принимаю то, что некоторые противоречия останутся противоречиями, некоторые проблемы окажутся не по силам коре больших полушарий млекопитающего под названием человек, а некоторые вещи просто непознаваемы. И конечность, и бесконечность вселенной, если они когда-нибудь будут доказаны, для меня одинаково непредставимы. Я встречал немало людей гораздо мудрее и умнее себя, но не знаю никого, чьей мудрости или интеллекта в этом вопросе оказалось бы достаточно. Таким образом, самый умеренный аргумент против религии одновременно самый радикальный и самый обезоруживающий религия человеческое изобретение. Ее изобретатели не могут договориться даже о том, что же на самом деле сказали или сделали их спасители, пророки или гуру. И уж тем менее способны они объяснить нам значение поздних открытий, которые поначалу тормозились или проклинались их религиями. Однако послушайте современных верующих, они по-прежнему знают, да не просто знают, а знают все, не просто знают, что Бог существует, что Он создал и держит под контролем все на свете, но знают, чего Он хочет от нас, включая наш рацион, ритуалы и взгляды на секс. Иными словами, в необозримой запутанной дискуссии, благодаря которой мы узнаем все больше и больше о все меньшем и меньшем, при этом робко надеясь на постепенное просветление, есть сторона, которая сама состоит из враждующих групп, но имеет наглость утверждать, что вся необходимая информация у нас уже есть. Одного такого сочетания клинической глупости с гордыней вполне достаточно, чтобы исключить веру из обсуждения. Тот, кто претендует на божественную истину в последней инстанции, болен детской болезнью вида гомо сапиенс. Прощание с детством может быть долгим, но оно уже началось, и, как всякие проводы, затягивать его не следует. По мне едва ли скажешь, что я придерживаюсь таких взглядов. Я, пожалуй, чаще засиживался допоздна с верующими друзьями, чем с любыми другими. Друзья эти часто называют меня ищущим человеком, что, конечно, раздражает. Даже если я ищущий человек, ищу я совсем не то, что они думают. Если бы я вернулся в Дивон, где лежит в забытой могиле миссис Уоттс, я бы непременно присел помолчать в уголке какой-нибудь кельтской или саксонской церквушки. Стихотворение Филиппа Ларкина в церкви прекрасно передает мои чувства. Когда я писал книгу о Джорджи Оруэле, человеке, который был бы моим героем, будь у меня герои, меня огорчила черствость, с которой он говорит о сожжении церквей в Каталонии в 1936 году. Задолго до торжества монотеизма Софокл показал, что отвращение антигоны к святотатству свидетельство человечности. Пусть правоверные сами жгут друг другу церкви, мечети и синагоги. За ними дело не станет. А я разуваюсь, когда вхожу в мечеть. Я покрываю голову, когда иду в синагогу. Как-то раз в Индии я даже соблюдал правила ашрама, хотя это и было для меня настоящим испытанием. Мои родители не навязывали мне никакой религии. Наверное, мне повезло, что у отца не было особо теплых воспоминаний о его строгом баптистко-кальвинистском воспитании, а мать, отчасти ради меня, предпочла ассимиляцию своему иудейскому наследию. Моего знакомства со всеми человеческими верованиями хватит с лихвой, чтобы всегда и везде оставаться неверным, но все же мой атеизм имеет протестантский привкус. Когда я впервые не согласился с религией, я не согласился с дивной литургией на стихи из Библии короля Якова и молитвенника Кранмера. Современная англиканская церковь в приступе кретинизма отказалась от них. Мой отец похоронен в часовне с видом на Портсмут, в той самой, где накануне высадки в Нормандии молился о победе генерал Эйзенхауэр. В день похорон отца я говорил с кафедры часовни. Я выбрал отрывок из послания Савла Тарсянина, впоследствии прозванного святым Павлом филиппийцем. Глава 4, стих 8. Наконец, братья мои, что только истина, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте. Я выбрал это наставление за его недоказанность, которая не отпускает меня и будет со мной в последний час, за его в целом светский характер и за то, что оно так выделяется на безжизненном фоне проклятий, стенаний, вздоры и угроз, которые его окружают. Спор с религией – источник и основа всех споров, потому что в нем начало, но не конец, философии, науки, истории и познания человеческой природы. В нем же начало, но отнюдь не конец, всей полемики о добродетели и справедливости. Религия неискоренима именно потому, что наша эволюция продолжается. Религия не отомрет, пока мы не перестанем бояться смерти, темноты, неизвестности и друг друга. Поэтому я не стал бы запрещать ее, даже если бы мог. Какое великодушие, скажете вы, но подумайте, будут ли правоверные столь же снисходительны ко мне? Я задаю этот вопрос, потому что между мной и моими верующими друзьями есть одно существенное различие, и настоящим друзьям хватает честности признать его. Я не прочь ходить на бар-митсвы их детей, восхищаться их готическими соборами, уважать их веру в то, что Коран был надиктован, пускай исключительно по-арабски, неграмотному торговцу, и интересоваться воззрениями векан, индуистов и джайнов. Более того, я буду делать это, даже не настаивая на том, чтобы они в порядке ответной любезности не мешали мне жить. Религия, увы, не способна на такую любезность. Пока я пишу эти слова, пока вы их читаете, правоверные изобретают новые способы уничтожить и меня, и вас, и добытые тяжким трудом достижения человеческой цивилизации, о которых я здесь говорил. Религия отравляет все, к чему прикасается. Предлагаю услуги по выполнению следующих работ. Укладки ламината, изготовлению и установки подиума с выдвижной кроватью, утеплению и отделке лоджий, установки перегородок из гипсокартона с пеналом для двери купе, монтажу стен и потолков из гипсокартона, отделки вагонкой, панелями ПВХ, установки подвесных потолков. Обращаться по телефону 8903-689-3623 Геннадий Анатольевич Геннадий Анатольевич Геннадий